здравствуйте дорогие друзья коллеги трейдеры близится к концу 2018 год вот был очень непростым но интересным весь год я занимался освоением англоязычного интернета с точки зрения программ аффилиатного маркетинга пассивного дохода и так далее и поэтому в том числе и с мой блог профитмани а.ру немножко изменился по крайней мере сейчас если вы попытаетесь зайти непосредственно профитмани а.ру первое что вы увидите и единственное это вот эта страничка эта страница захвата так называемая то есть человек когда видит вот такую страницу он просто вводит свой email если ему интересно например торговой стратегии подписывается на стратегии и давайте сразу же покажу как это работает грубого варианта и сразу же он попадает на сайт нашего брокера швейцарского партнера дукаскопе банка вот как видите здесь все это происходит автоматически вот и человек имеет возможность открыть или демо счет или реальный счет и так далее соответственно я с этого получаю какую-то комиссию я сегодня как бы не не об этом хочу поговорить поговорим сегодня немножко стратегиях и немножко о том чем бы я мог поделиться каким опытом да по поводу стратегии в принципе ничего не изменилось у людей по-прежнему есть одна и та же проблема смотрите всего существует два типа людей да это две аудитории это те кто зарабатывает на трейдерах до аудитории один это те люди которые зарабатывают на трейдерах и компании да это брокеры это это брокеры это всевозможные обучающие компании дилинги это разработчики робота и скриптов и так далее на прочее для аудитории номер один трейдинг это бизнес и аудитория номер два она более многочисленную это собственно трейдеры значит результаты в этих двух аудиторий по жизни разные у трейдеров результаты всегда плохие или почти всегда если они не мыслят так как аудитория один об этом поговорим у аудитории один дела всегда или хорошие или они просто сворачивают бизнес в чем разница разница только в мышлении у этих у людей из аудитории один мышление но бизнесменов богатых людей если бизнесмена бизнес не идет на во первых когда он строит бизнес он понимает что надо сначала вложить деньги потом пройдет период потом нужна оптимизация и потом соответственно если не получилось то тупо закрыть на все это в рамках приличия как говорится аудитория номер два у трейдеров если у них не получается зарабатывать они начинают искать что новую стратегию но проблема не в стратегиях проблема в мышлении потому что они начинают искать стратегию пользуясь мышлением бедных людей то есть вложить мало получить много вот эти люди из аудитории номер один они так даже в голову не пришло что можно вложить 100 долларов и заработать тысячу за неделю то есть грубо говоря если здесь аудитория номер два мышление меняется проблема со стратегиями сразу же отпадет потому что даже те стратегии которые эти люди будут использовать мы с вами пока разговариваем я покажу текущие стратегии которые сейчас в работе из системы робофорекс то есть как бы мне здесь не нужны графики если я написал какие-то стратегии и концептуально логика там есть все что мне интересует она это наличие стопа на общего по стратегия создана мне неинтересно то есть я могу здесь до зайти посмотреть куда кто идет стоит ли доливаться и так далее но если я этого не сделаю ничего не изменится в жизни этой стратегии да потому что она изначально прописаны и все туда никто больше не лазит возвращаемся сюда и так здесь проблема в мышлении теперь давайте рассмотрим небольшой такой вариант добавлю еще одна из компаний которую я рекламирую уже несколько лет наверное дает в месяц примерно в день примерно пол процента до 1 процента прибыли в день это пассивный доход да вы рискуете там сей суммой там и так далее но мы же ничем не занимаетесь да то есть зачем я это написал да что альтернатива это например у вас есть определенные деньги например у вас есть десятка десяти тысяч долларов вот здесь тысяч долларов сюда сюда или сюда понимаете да что здесь грубо говоря при десятке вы получаете 50 долларов в день это минимум ничего не делаем в день плюс там система сложных процентов и так далее эта цифра у вас окупается максимум за год два раза два раза в год окупается реально больше ну тут есть определенные тоже риски и так далее здесь люди когда вкладывает например десятку да опять же чем проблема они не пытаются заработать 10 процентов в месяц как все нормальные люди да а пытается заработать 300 процентов в день соответственно десятка быстро исчезает месяц два три максимум эти люди да вкладывают эту десятку в бизнес то есть покупают какие-то новые сайты делают или новые сервисы предлагают трейдерам или еще что-то то есть они знают что если в целом у них у них есть такое понятие как на это я бы так думал что стоимость одного стоимость одного не стоимость сколько в среднем приносит один трейдер то есть грубо говоря если у него есть десятка и он знает что трейдер в среднем ему за жизнь в среднем приносит я не знаю там тысячу долларов то он эту десятку потратит на то чтобы привлечь большее количество трейдеров на рекламу на баннеры там понимаете и так далее и так далее и так далее потому что он понимает что там не знаю 10 трейдеров эту десятку ему окупают в течение там полугода например а 100 трейдеров окупают и в 10 раз быстрее да вот вы видите уже насколько насколько разные варианты у этих людей по жизни здесь самое главное время работает на вас здесь время всегда работает против вас вас здесь возможны варианты да ок я надеюсь что вы немножко глубже сейчас уже понимаете почему я собственно это все затем собственно я написать это видео пришла идея в голову после того как я зашел на дукоскопе увидел что очередной человек заплатил мне 300 долларов комиссии и я туда месяц не заходил но думаю надо с людьми поделиться информация просто что как бы как оно все жужжит в этой жизни да хорошо давайте возвращаемся к нашей стратегии закрываем ее и откроем новый день любой другой день возьмем ли это бэк тестер возьмем на примере не знаю понедельник какой то она закачает историю то есть как бы я сейчас нахожусь вот в этой относительно трейдинга forex я нахожусь вот в этой нижней части в третьей в альтернативе программы пассивного дохода ну во-первых у меня есть блок который уже регулярно и нормально посещается все что мне нужно это повесить один два баннера чтобы этот блок приносил прибыль если бы мне эта тема продолжала быть интересной я бы еще писал видео чаще на youtube там и так далее да но последних два года я занимаюсь вообще другими делами это англоязычный интернет аффилиатный маркетинг когда вложено уже сумасшедшее количество денег но и выхлоп мы ожидаем соответствующий ну там немножко другие дела но логика всегда одинаково вы или занимаетесь бизнесом или инвестируете или собственно рискуете вот трейдеры больше занимается риском поэтому как бы стратегия которую я вам сейчас показываю она такая нейтральная то есть это просто возможность включить дать машине или машине работать или поглядывать что делает машина на демо и переносить эти позиции на реал вручную но в любом случае второй вариант подразумевает что вы находитесь за компьютером что вы тратите на это все свое время окей что я бы мог посоветовать с учетом опыта да я всегда говорю ребят если вам что-то интересно бросать не стоит то есть если вам интересен трейдинг пожалуйста господа не вопрос но заведите свой блог заведите youtube канал выкладывайте свои сделки постепенно у вас появится аудитория людей я вот привожу этот пример что ну подписчиков там и так далее пример что в моменты когда мне было это максимально интересно это где-то до 2008 года 2007 по-моему и чуть позже тоже когда мы с Алексом Моррисом вот эти стратегии писали там эти блоки автоматизации и так далее у меня коучинг доходил до 4500 долларов с одного человека и мне их платили потому что был бум и Таймора была настолько востребована это было настолько нового там и так далее то есть к чему я это говорю что вас всегда эта профессия прокормит но если вы будете относиться к этому как к профессии не просто тупо втыкать в монитор и сидеть торговая а нужно фиксировать то что вы делаете формировать из этого свой какой-то стиль трейдинга создавать из этого торговые стратегии учить людей которые только начинают или там которым нужна помощь чаще всего даже психологическая там и так далее то есть зачем это делается потому что через какое-то полгода год-два ваш блог будет уже хорошо посещаться трейдинге например и вы сможете зарабатывать вот эту часть третью которую я вам показывал пассивный доход когда просто рассказывая людям о том что вам нравится делясь информацией своим опытом знаниями наработками вы сможете собственно рекламировать показывать им где открыть счет там или там какую стратегию вы может быть купить или еще что-то и получать с этого пассивный доход то есть таким образом не только ваш трейдинг но и ваши знания будут приносить вам пассивный доход если вы этого делать не будете то через десять лет вы окажетесь в ситуации когда трейдинг получается через раз да пассивного дохода вы делать не научились аудитории свои не создали сайтов своих не создали в общем вы потратили время тупо зря время это единственный ресурс который мы не можем восстановить количество денег у вас по жизни может быть больше и меньше но время ребятки не восстанавливается то есть у вас есть ограниченное количество лет на поиграться на этой планете вот окей ну в принципе что давайте немножко ближе к стратегии что это за стратегия как видите здесь две стратегии triangle и ну даже не вижу смысла сильно углубляться в то что это потому что у меня даже это и не получится сделать стратегии написаны давно залезать в код я не хочу не буду то есть я просто просматривая эти стратегии на бэктестере выбрал вот эти две как те которые дают в среднем максимально позитивный результат то есть редко какой день они проигрывают да практически никакой не проигрывают и опять же основная задача в том что вы можете использовать эти стратегии как стратегия которая работает на автопилоте за вас используя стопы конечно же по дню дневной стоп так и стратегии которые являются для вас подсказкой что такое подсказка это когда вы видите позиции и латы которые открыла машина и вы можете что-то взять в работу на реал согласиться или не согласиться также напоминаю что сама таймур обладает великолепнейшим сканером собственно со сканера это все начиналось когда я увидел этот сканер после рынка акций у меня это вызвало такой шок счастье что я просто не мог поверить в свое счастье что здесь же боже столько возможностей я что сейчас все эти паттерны понахожу брейкауты всякие там консолидации и так далее на самом деле все это в принципе не так важно если ваше мышление повторяю находится на уровне мышления не в ту сторону как бы так бы я бы сказал окей ну собственно вот такая информация вот такие мысли вслух надеюсь что это было для вас полезным я крайне редко сейчас пишу о трейдинге но вот сегодня что-то захотелось всего хорошо